Когда я выхожу на площадку, я чувствую ответственность. Мне хочется сделать максимум для того, чтобы свои дары, таланты проявить на поле и в то же время принести пользу команде. Я привыкла к тому, что меня признают лучше, часто дают какие-то награды. Но я начала думать о жизни, может быть, даже более серьезно, и понимать, что спорт – это классно, награда – это классно, но, наверное, есть что-то важнее, чем спорт. Почему я пошла в спорт? Наверное, все-таки это желание чего-то пережить экстремальное. Просто сама в детстве была очень активной девочкой, которая более любила общение и дружбу с парнями. С самого детства у меня такой характер выработался – спортивный. Меня часто признавали в детском возрасте лучшим игроком, лучшим нападающим. Я понимала, что снаружи все вроде бы хорошо, и авторитет, и на виду, и победы. Но когда я оставалась сам на сам собой, тогда понимала, что я как-то не так живу. Когда мне было 15 лет, мои родители разошлись. Моя мама ушла жить другому мужчине, а мы стали жить с отцом. Я не говорю, что было какое-то ожесточение, но была очень большая рана внутри. И когда мне было 18 лет, мой отец подарил мне Библию. Год читая ее, я полностью получила то, что искала всю жизнь. Поэтому я начала больше обращаться к Богу. Если меня не понимали, то я старалась это все рассказывать Богу и стараться как-то с Ним общаться на эту тему. Потому что Бог — это та личность, которая всегда поймет и утешит, и поддержит. Я думала, что если ты приходишь к Богу, то нужно отказаться от всего, даже от любимого занятия. Вопрос, а что мне делать дальше со спортом, он очень долго меня волновал. Мне было сложно это совместить. Но я благодарю Бога за своего тренера, который просто сказал, чтобы я не бросала этот спорт. Потому что даже через спорт можно прославлять Бога. И шли года, и я не видела результата. Я искренне помоилась и попросила, говорю, Боже, или забирай меня из этого спорта, или делай что-то в моей жизни, потому что я уже так дальше не могу. Я верю, что Бог услышал эту молитву, потому что уже через 10 дней я узнала о том, что меня признали лучшей в мире футболисткой. Я хочу, я стремлюсь, я ставлю перед собой цель и достигать как можно высших результатов. Но это уже не для того, чтобы о мне знали. А это для того, чтобы через это как можно больше людей узнали о Боге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok